Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю итальянское печенье с орехами бискотти кантуччи. Это популярное тосканское печенье с миндалем и различными цукатами. Его выпекают дважды, поэтому оно получается сухим, как наши сухарики. И оно может долго храниться, хотя я вас уверяю, долго оно, конечно, не задержится. Оно такое вкусное! В Италии кантуччи подают с десертным вином. Его прямо макают в вино, чтобы оно стало мягким. А для нас, конечно, более привычно макать сухарики в чай или молоко. Обязательно попробуйте! Я уверена, такие сухарики печенья вам также понравятся. Для приготовления теста мне понадобится также в тесто я буду добавлять миндальные орехи, изюм и апельсиновые цукаты. Миндальные орехи не обжариваю, изюм не замачиваю. Можно использовать любые цукаты. В общей сложности орехов и цукатов берем 300 граммов. Орехи слегка порублю ножом. Орехи предварительно не обжариваем. Они обжарятся в духовке во время выпечки. Разбиваю в миску 3 яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Добавляю соль, всыпаю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Тесто здесь очень простое. Миксер использовать не обязательно. Но если хотите, конечно, можно все перемешать и миксером. Ароматизировать тесто я буду цедрой лимона. Натираю ее на терке. И также добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Ароматизировать также можно цедрой апельсина. Все по вашему вкусу. Перемешиваю. И теперь просеиваю муку и разрыхлитель. В это тесто сегодня я не добавляю масла. У меня сегодня контуччи будут по очень простому рецепту. Но у меня на канале уже есть рецепт этого печенья с добавлением масла. Если вы хотите, вы можете приготовить и так. Я оставлю ссылку на тот рецепт в описании. Замешиваю тесто лопаткой. Оно должно получиться очень нежным и липковатым. Вот такое в итоге тесто получается. Как видите, оно достаточно липкое. И теперь в него добавляем добавки орехи, изюм и цукаты. Хорошо все вмешиваю в тесто. Я подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. Теперь руки я смачиваю водой. И из этого теста буду формировать такие батоны. Разделю его примерно на три части. Влажными руками слегка подправляю тесто. Здесь слишком форма не важна. Просто вот такие батончики теста получаются. И отправляю все выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень. Включен верх и низ духовки. Кстати, пергаментную бумагу я ничем не смазываю. Она у меня хорошего качества. К ней ничего не прилипает. Если вы не уверены в качестве бумаги, смажьте ее растительным маслом без запаха. У меня прошло примерно 25 минут. Батоны теста испеклись. Аромат, конечно, просто потрясающий. Теперь батоны, пока они еще горячие, переношу на доску и разрезаю. Так их легко будет нарезать. Нарезаем, как вам удобно. Наискосок, ровно. В общем, как вы хотите. Толщина получается примерно 1 сантиметр. Печенье выглядит просто потрясающе. Печенье я сразу выкладываю на тот же противень, рядышком друг с другом. Его надо отправить обратно в духовку подсушиться. Вот эти краешки можно попробовать. Они такие вкусные. Беру следующий батон теста, точно так же разрезаю. И остался последний батон. Разрежу его. У меня получился вот такой большой противень печенья. Сейчас я его отправляю обратно в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно минут на 7. Надо, чтобы печенье подсохло. Итак, сухарики. Печенье бискотти контуччи уже готово. Я их достала из духовки. Сейчас дам им немного остыть. И все готово. Можно подавать их к чаю. Это очень вкусно. И какие они ароматные. Как видите, печенья получается много. Оно хорошо хранится в герметичном контейнере. Но я вас уверяю, долго оно не хранится. Потому что съедается буквально за пару дней. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто ещё не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.